Привет! Как дела? Сегодня расскажу о том, как у нас в Петербурге прошел 1 мая. Точнее, это было 2 мая, у нас открылся туристический сезон. И мы приветствуем всех гостей в нашей северной столице. Я ездила в центр города утром и сделала целых 4 репортажа, а потом еще и вечером. Также у меня получилось снять 4 репортажа. Об этом, обо всем я сегодня расскажу. Ну и покажу, что же у нас происходило. Мне прямо напомнило эту историю лондонскую, когда я тоже в день снимала по 2-3 репортажа. Ну а тут, конечно же, мероприятий было намного меньше, но из каждого мероприятия можно вытащить какую-то историю, которая будет интересна новостным источникам. Например, первым делом я поехала снимать карнавал по рекам и каналам. Но предполагалось, что будет карнавал лодок, по фонтанке, мойке и другим каналам будут проплывать кораблики, украшенные там чем-то. И я поехала это все снимать. Но так как не нашла этого мероприятия, которое было запланировано на 12 часов, я вышла на Дворцовую набережную и там поснимала корабли, которые также катали туристов. И из этого сделала репортаж о том, что вот открылся туристический сезон, кораблики уже запущенные, бегают по Неве, и люди на палубах сидят плотными рядами без масок. Почему бы нет? Это очень даже интересно посмотреть западному миру о том, какая сейчас эпидемиологическая обстановка в России. Помимо этого я нашла какой-то марафон, проходил эстафетный, видимо, потому что спортсмены бежали с какими-то палочками в руках. Но я не стала его снимать. Марафоны очень редко продаются, особенно которые проходят в России, потому что никаких интересных нарядов, ничего такого экстраординарного не происходит. Просто спортивное мероприятие. Но также я дошла до Дворцовой площади и тоже поснимала толпы народу, отправила все это в свои новостные источники. Не знаю, посмотрим, продастся это или нет, мы узнаем где-то через полгода точно. Кстати, недавно у меня продался обычный репортаж о двойной радуге на Санкт-Петербург. Я получила за это 4,5 тысячи рублей. Вот так вот просто снимаешь радугу, снимаешь небо, снимаешь град, дождь, снег, и все это продается. Можете себе это представить. Поэтому да, я снимаю все подряд и как раз пройдя после Дворцовой площади, я опять вышла на мойку. Подумала, дай-ка посмотрю. Вдруг уже начался этот карнавал и действительно по мойке уже плыли кораблики. И там коллективы в русских народных костюмах или в каких-то карнавальных костюмах проплывали по Неве друг за другом. И я это все сняла и также сделала репортаж. Вот вам показываю. Редактор субтитров А.Семкин Также в этот день к нам приплыло несколько ледоколов, которые были доступны для публики, чтобы посмотреть их изнутри. Но я не пошла смотреть ледоколы внутри, потому что предполагалось, что там будет огромное количество желающих посмотреть. И очереди стоять я была не намерена. Но зато пошла снимать еще одно мероприятие. На Благовещенском мосту можно было увидеть танец, вальс, буксиров. Как это выглядело, вот вам показываю. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok А вечером я уже поехала на Творцовую набережную снимать фестиваль дронов. Предполагалось, что будет шоу дронов, которое возвестит о том, что летний туристический сезон в Санкт-Петербурге открыт и пригласит гостей приехать в нашу северную столицу. Как это было, вам показываю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, очень многие жители не успели на это шоу. Время было назначено 22.30, но почему-то начали немножечко раньше. В 22.20 шоу прошло, люди не пришли заранее и упустили шанс увидеть буквально пятиминутное шоу создания картинок главных достопримечательностей Санкт-Петербурга, а также чемпионат мира по футболу и слова welcome, которые пригласили гостей приехать к нам в город. Все шоу прошло буквально за пять минут и огромные толпы народу стали расходиться. Я как раз сняла эту толпу, потому что, ну просто, я не знаю, сколько там сотен тысяч. Пришло на Неву посмотреть к Петропавловской крепости, на Дворцовую набережную, на Дворцовый мост, на Троицкий мост, везде абсолютно были толпы жителей. Туристов, конечно, еще пока мало, но тоже и туристы, все пришли посмотреть хлеба и зрелищ всем сейчас необходимо, все хотят увидеть как можно больше, все уже наскучались, никто не хочет сидеть дома. Так что на будущее, да, кто опоздал на шоу, пожалуйста, приходите немножечко, хотя бы за полчаса заранее, чтобы хоть что-то увидеть, потому что, насколько я поняла, в нашей стране, ну по крайней мере в Петербурге точно, никогда ничего не начинается вовремя. Либо раньше, либо позже. Позже это самый такой распространенный случай. Ну а мы с мамой пришли за час до шоу дронов, встали на набережную и ждали. А пока стояли, я уже сняла растральные колонны, которые были зажжены в этот вечер, тоже отправила в качестве репортажа, может быть кому-то и пригодится, может быть куда-то и продастся. Также в 22.00 началось гидрошоу, где акробаты на струе волны летали и выпускали сплохи огня. Ну в общем, красиво было, но это было около Петропавловской крепости, очень далеко от Дворцовой набережной. И все, что я смогла снять своим 50-кратным зумом, вам показываю сейчас. Все эти ролики, помимо того, что я загрузила в свои новостные агентства, я опубликовала на своем YouTube-канале Питер Лэнд, где я рассказываю про мероприятия в Петербурге. Если кому интересно, я подкреплю этот канал вот здесь. Если кто хочет посмотреть полные ролики, переходите, подписывайтесь на канал. Кстати, у меня на этом канале после шоу дронов взлетело количество подписчиков, и я думаю, что Питер Лэнд скоро выйдет на монетизацию даже раньше, чем англичанка. Так что, если кто-то хочет поддержать мой английский канал про Англию, где я рассказываю про мероприятия в Англии, в частности в Лондоне, пожалуйста, нажмите вот здесь вот на кнопочку подписаться, и я буду вам очень сильно благодарна. Пока на этом все, и прощаюсь с вами. До новых встреч!